Как-то наскучили мы Лейпцигом, оставаться там еще на один день нам не хотелось. В качестве запасного варианта у меня была запланирована Саксонская Швейцария с пещерой для пущего удовольствия. Однако мне пришло в голову, что мы в этой поездке ни в одной винодельне не были. Это же, наверное, неправильно. Поэтому в предыдущий вечер Таня пошла по магазинам в моле, который устроен в огромном вокзале в Лейпциге. А я зашел в этом же моле в винный магазин и стал питать продавца. А где у вас тут винодельни? Он говорит, поезжай во Франкунию. О существовании Франкунии я как-то забыл. И это, конечно, непростительно, потому что была она, в общем, неподалеку. Нет, конечно, это крюк, но, как выяснилось, вполне того стоящий. Первым делом мы направились в Костель. Это такая деревушка, в которой княжеская семья славилась виноделием уже в середине XIII века. XIII! И деревушка такая милая, чистенькая, ухоженная. Ну, просто картинка. Винодельню мы нашли не сразу, но нашли. По дороге в Ротенбург мы заехали во Франкунию на полдня. В основном из-за вин. И вот это деревушка Костель. Очень симпатичная такая деревушка. Церковь эта видна практически с каждой точки в деревне. И такое все живописное. Ну, просто прелесть. Мостовая тоже, наверное, XIII века. Но, во всяком случае, не XXI. Очень мне нравятся дома вот с такими глазастыми крышами. Мы их до этой поездки не видели. И, конечно, везде вывески вот с такими характерной формы бутылками. Вот в такие бутылки разливают во Франкунию вино. Ну, ладно, вывески вывесками. Но пора бы уже и к делу приступить. А где? Однако, деревушка как вымерла. Даже спросить не у кого. Как оказалось. Даже вот в такой меншин пытались постучаться. Не помогло. Наконец, увидели вот такой знак. Ну, наверняка здесь. А нет. А это герб местной булочной. В общем, не без некоторых трудов нашли мы винодельню. И провели там час. Благо, мы там были одни. И принимали нас по-царски. Ну, самое интересное, что винодельня здесь с 1244 года. То есть, существует документ, который подтверждает, в котором упоминается винодельческая деятельность вот здесь, вот этой вот принцли фэмили от Костел в 1244 году. И мы сейчас зашли в эту винодельню. Очень интересная вина. К этому времени девочки проголодались. А здесь как раз кофейня, вот под таким навесом. А вот это вот винодельня. А рядом с ней такая кофешка. Девочки запросили кофе. И просидели мы за ожиданием вот этого всего довольно долго. Что, в общем, видно по нашим лицам. Но ничего, как перекусишь, так настроение почему-то сразу улучшается. Уж не знаю почему, но я это давно заметил. погуляв еще немножко по деревушке, мы поехали дальше. Но сначала заехали на некий вьюпоинт, который нам пообещали. Ну, вьюпоинт оказался так себе, но все равно приятно. После такого многообещающего начала испортить нам настроение было сложно. Ну, я думаю, что это не вьюпоинт. Ближе. А я думаю, что это. Я тоже думаю, что это. Если это вьюпоинт, то вьюпоинт должен... Она не говорила про... Сейчас поднимемся. Нет, наверх там... Ну, хорошо, сейчас поднимусь наверх. Таня! Давай, ты туда, а я сюда. Только я думаю. Я пошел наверх. И встречаемся через 5 минут в азимации. Ну, вот. Видно, что настроение у нас замечательное. А дальше наш путь лежал в Вёртсбург. Это столица винной Франкулии. Но мы даже не представляли себе, что нас там ожидает. Вёртсбург – это достаточно крупный город, очень старый. Жили здесь еще кельты, потом Алламани, потом Франки. Одно время Вёртсбург был, кстати, столицей мировингов. Позже сам Карл Великий освещал здесь первый христианский собор. Затем город был передан Виттельсбахом. И так он, собственно, оказался частью Баварии. Потом они снова разошлись, потом сошлись. В общем, это была длинная история. Издавна жили здесь и евреи. В середине 12-го и в конце 12-го веков здесь были жуткие погромы. А в марте 45-го года город был практически полностью уничтожен английскими бомбардировщиками. Ну, ладно. История истории. Но планы-то у нас были совсем другие. Но первый блин вышел комом. Винодельня, в которую мы ехали и считали главной, ошибочна, к счастью. Оказалась закрытой по случаю воскресенья. Тоже мне еще причина. Но народ в Вёртсбурге, сочувствующий, видит людям, мол, надо, подсказали, есть вот здесь, мол, городская винодельня, в которую мы и попали. Ну, это заведение оказалось совсем неинтересное. Зато вскоре мы попали на главную площадь, на которой стоит резиденция этого самого принца-епископа, построенная в 17-18 веках. Вот так эта резиденция выглядит. Сверху ее фасад со стороны площади, а снизу фасад со стороны парка. Вот такого парка. Да и сама резиденция заслуживает очень пристального внимания. Вот это все мы бы увидели, если бы у нас было время ее осмотреть. Или хотя бы над ней полетать. Но гены. Гены моей жены Тани и тяжелое российское детство. Вместо всего этого великолепия почему-то очень хотелось выпить. Я, конечно, не венечка, но нечто человеческое мне точно не чуждо. Тем более, что в подвалах под этой резиденцией древняя винодельня. Вино здесь делали с 11 века. А размером эта винодельня, ну, в общем, тур по ней – это километр. Однако не все так просто. В винодельню нас не пустили. Вот видите, мы такие недовольные. Экскурсии на сегодня, говорят, закончены. Однако желающих набралось некоторое количество и над нами с милостью велись. Ждите, говорят, у фонтана. В пять часов к вам выйдут. И действительно, в пять к нам вышли. Но тут выяснилась еще одна проблема. Экскурсия-то на немецком. Из англоговорящих были только мы втроем. Ну, черт побери! Воистину сегодня был день преодолений. Огорченный, я задал только один вопрос. Выпить-то дадите? Дадим, говорят. Ну, мы и пошли. И тут случилось еще одно чудо. Не первое в этот день, но и не последнее. Как оказалось, не успели мы войти в подвалы, как гид куда-то удалился и вернулся с приятелем, который говорит по-английски. И поэтому все пошли в одну сторону по кругу А мы втроем с персональным гидом в другую. Вот так. Итак, после экскурсии, по которой отдельное видео, мы снова вышли на эту площадь перед резиденцией. Мы спросили у своего экскурсовода, ну что, теперь уже, наверное, поздно куда-нибудь еще идти. В винодельне, конечно, поздно, говорит он. А идите-ка вы на мост. На какой мост? Ну, на старый мост через Майну. Вам каждый покажет. Где у нас каждый мы выяснять не стали? Поверили на слово. И не зря, потому что каждый таки показал. Мост вот под этой крепостью Марьенберг. А в бронзовом веке на ее месте, на этом холме, находилась культура полей погребальных урн. Но сейчас не об этом, а вот об этом мостике, который все-таки главная достопримечательность Вюртсбурга. Мы в Бюртсбурге, столице франконовских лавиц. Вин. После трех виноделий, где наливают, ну как это надо, на пополчокали. Мы пришли вот на такой мост, где народ просто покупает вина, вот здесь вот магазинчиков, которых несколько здесь. И просто здесь вот так вот гуляем. И очень мило. Сейчас я сделаю то же самое. А здесь Марья. Вот с такими местами. А над горжем встает. Вот такая штука. Вошел я в рюмочную. Вот с таким кассовым аппаратом. Постоявший в очереди, выбрал я себе вина и уже с бокалом вышел на мост. Порядок такой. Берешь бокал, идешь на мост. Когда бокал кончается, возвращаешься и доливаешь. Несложный порядок. Выполняется неукоснительно. Народ вокруг, соответственно, нельзя сказать, чтобы очень грустный. Виноградники куда ни посмотри. Вокруг майна везде виноградники. Вот тут стоит прямо посредине. И если посмотреть на этот город или на этот район вот так вот, то это очень правильно. Я стою на мосту. Вот, как взорвало. Отлично. Девочки меня нашли. Попробуйте вот это вино. Что за вино? Это траминер. Трахтоп. Так, одну уже не наливать. Очень хороший характер. Чего? Замечательный характер у вина. Ой, да ничего не понимаешь. Я попробовал еще два. Мне это понравилось больше всего. Те были слажи. Ты только прислал, а не ты стоишь. Те были слажи, но это замечательное. Ну неужели ты не чувствуешь? Оно характерное очень. Это замечательно. Я пью, а ты спрашиваешь. Неужели ты не чувствуешь? Ты еще не сказала свое мнение, а Танька уже сказала. А я не скажу, я пью молча. Так. Она напоминает возильские вина хорошие. Оно, ты знаешь, да. Но оно... Немножко наше напоминает. Нет, оно несколько более... Более тарт. Наше вино, которое мы должны сегодня выпить, будет теплое. Не хочу вас настраивать, но будет. У нас может быть такой, когда... Не может ли быть, а не будет. Как вы слышали, планы у нас на сегодня наполеоновские. А нам еще отсюда в Ротенбург ехать. А главное, что уезжать-то не хочется совсем. Ну как отсюда уедешь? Как вы отсюда грести-то будете? Поэтому некоторое время мы на этом развеселом мосту провели. И немалое время, надо сказать. Несмотря на то, что уже взвечерело, а нам еще ехать. Пейзажами, опять же, полюбовались. Сплошные виноградники вокруг. Оно и понятно. Дело хорошее. Статуи на мосту. Тоже веселые. Наверное, уже хвачомые. И главное, что церковь это все с удовольствием благословляет. Правильная у них церковь. Девочки вполне прониклись общим настроением. Такая замечательная здесь атмосфера. Расслабуха такая вот. Народ гуляет, молодцы. Расслабуха. Пейзажами ходят. Среди вот этой всей красоты. Народ от вина совсем с ума сходит. И вот такие красавицы гуляют. Но где мои 20 лет? И вот такие пародии на красавиц. На ходу ли хонштоли? В общем, развеселый город Вюртсбург. Но, как здесь нехорошо, пора уезжать. И поехали мы в Ротенбург. Но ведь день наш на этом еще не закончился. Потому что Ротенбург – это отдельная песня. Ротенбург. 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 Ротенбург.